Доброе субботнее утро, друзья! Ой, ушла булочка-заботушка. Она подумала, что-то ей перепадет. Завтра говорит Александр, яйца у него были вареные. В этот раз я даже консистенцию отгадала. Пять минут после закипания она в нашей индукционной варится. Моя консистенция, это когда вот... Да, вот такого вот, да. Как они называются? Смятку? Так точно. Карамельку накормили. Не упоили. Милана, ты вся в шерсти? В булкиной или в карамелькиной? Не знаю. Вон она лежит. Булка её охраняла, они вместе лежали. Но как только булка услышала, что Саша зашуршал сыром, она не смогла выдержать. Ей нужно было подойти и пожелать папе приятного аппетита, да? Спасибо, булочка, спасибо. Расскажи, это человек так называется? Вот так вот сидит, кушает и тебе не даёт. Это разве по-человечески, скажи? Присаживайся. Присаживайся. Иди сюда. Вот так. И что, и что, скажи? Посиди, пообщаемся с тобой. Как жизнь? Нет, ты садись, садись, садись. Садись. Вот так вот. Жизнь. Всё хорошо у тебя? Ты наша красотуля, да? Да, красотуля. Ещё один смотрит, если ей перепадёт, то он тоже подскочит. Прям слюной давится. Саша, ты человек или кто, скажи? Какова жизнь? Сельяви булочкам. Да, всем своё. А где моё, скажи? Родишься ты человеком в следующей жизни. Обязательно. Наешься яичек, мясо, колбасы, что хочешь. Честно, я снова тебе говорю. Булка думает, а ты в следующей жизни булкой будешь. Будешь сидеть и вот так вот думать. Да, вот бы мне сейчас кусочек. Гулька всё слюнки глотает, бедная девчонка. Что ж, ну а я искупалась, приняла ванну, позавтракала уже. Сейчас переоденусь, ну, кремик какой-нибудь нанесу ещё. И попробую провести сегодняшний день продуктивно. Ну, хотя бы поутюжу постираю. Полы помою. В субботу, конечно, надо отдыхать. Что делать? Кстати, красиво брови покрасила. Татьяна молодец. Скромница красавица. Да. Говорят, скромность людей украшает. А я всё время такой скромной была. Вообще скромница, скромница. А потом я всё-таки поняла, не скромность людей украшает, а хорошая самооценка. Поэтому любите себя и хвалите. Я так и делаю. Кстати, на тему любить себя сидели с Сашей какой-то день. Листал он тикток. Ну, как всегда, вот это вот так вот. И уже почти было пролиснул. Но я сказала, подожди, послушаем. Наткнулись на какого-то психолога. Судя по всему известного. Но я его не знаю. Марк, не помню, как его там. Не важно. И он, да, рассказывал, что надо делать. Чтобы все стали замечать, мол, какая ты стала там. Ну, что в тебе что-то изменилось в лучшую сторону. Чтобы у тебя там загадка шаром. Вот это вот, значит, искра появилась. Ну, думаю, Саша, давай посмотрим. Говорю, что он там умного в очередной раз скажет. И тикток раньше славился короткими видео. Но сейчас, знаете, разрешили уже на 10 минут или на сколько. И меня это, если честно, бесит. Потому что, если я хочу какой-то длинный нудятина, я пойду на ютуб. Тикток именно, ну, как по мне, хорош был тем, что там были короткие видео. Кстати, у меня нету тиктока на телефоне, телеграма. Я пользуюсь исключительно ютубом и инстаграм. И это мой предел. Иначе можно сидеть в телефоне безвылазно. И я для себя расставила приоритеты в пользу ютуба и инстаграма. Знаете, по старинке, так сказать. Так вот. И значит. И он, прежде чем довести до главной сути, до своей мысли, вот эту вот долгую прелюдию говорил там, что вот одна там женщина, ей там комплименты сыпались. И она там, ну, в общем, всякую вот фигню нёс-нёс-нёс на протяжении долгого времени. И честно сказать, я Саша сказала, всё, всё, говорю, мне неинтересно, чтобы он там уже не сказал. Я уже не хочу это больше слушать. Вот я думаю, психолог, да, а не смог внимания зрителя задержать. Ну, дядь, она. Вот. Ну, я, если честно, любитель читать комментарии. Я говорю, давай просто прочтём в комментариях и поймём всю суть, зачем это слушать. И как вы думаете, нас таких, кто не досмотрел, ну, наверное, большинство, кто-то даже добрый человек написал, что смотреть надо с седьмой минуты. Суть была в том, что он рекомендует танцевать голышом перед зеркалом женщина. И не просто там под какую-то вот музыку, типа сейчас хиты современные, а как-то вот более осознанно так вот выбрать с душой музыку, значит. И вот такие вот, значит, танцы. Голышом перед зеркалом должно быть обязательно четыре стихии. Блин, забыла. Вода, воздух, вода, воздух, огонь. Что ещё? Земля, что ли? Какие четыре стихии? Забыла. Вот. Желательно, чтобы они тоже присутствовали. То есть ты там можешь зажечь свечи или даже в какую-нибудь там стеклянную вазу с водой поставить свечи, то есть сразу и вода тебе, и огонь. И там воздух. Ну, я не знаю, что там открыть форточку, чтобы чуть-чуть, ну, вот воздух гулял, значит. Ну, там всё, что угодно, сколько у тебя фантазии хватит. Вот. Там земля, ну, я не знаю, что там связано с землёй. Ну, по земле ходить босиком в квартире нереально. Ну, может, какие-то там лепестки роз. Они же тоже как бы стихия земля, растения и земли. И там, не знаю. Ну, в общем, вот такие вот ритуалы проделываются. Нет, я пока не пробовала. Но, кстати, я думаю, в какой-то степени это может работать. То есть в том плане, если человек очень закомплексованный, зажатый. И вот как-то вот сам перед собой раскрепостится. В общем. Кто попробует, напишите. Работает? Нет? Чтоб остальное время зря ещё что не теряли. Ладно. Пойду уже делом займусь. Смотрите, что творят. Тимур уже больше недели папа просит. Можно? Да. А я думала опомнится, Тимур. Одумается. Да, я уверен. Ты уверен? Сейчас свет ещё включу. Ну, не совсем, сож, коротко же. Ой, я бы там мог. Саш, ну не совсем же коротко. Ну, давай. Ну, как у меня, блин. Сверху. Ну, давай. Ой, Тимуся, ёшкин. Он сам хотел, уже дома просит. Он уже, да, уже неделю просит. Почему, Тимур? Ты не хочешь волосы. Ну, легче, но так голова не потеет, да? Он в шлеме ездит на велосипеде, ему, наверное, жарко. У него прическа под шлемом портится, да? Когда ты едешь, или что? Да, ну, это одна из. Одна из. Ну, с другой стороны, так Тимур тоже красиво. Короче, у нас домашняя парикмахерская. Волосы красим, стрижём. Вас записать? Ну, с такими мастерами в Германии, значит, получается, что иногда лучше самолом. Ну, не то, что мастера, а мастера, может, где-то она есть, а не ничего. У нас с ценами? Да, с ценами, да. За этих мастеров. Сколько сейчас мужская стрижка стоит? Смотри, а где? Ну, вот у турков демократично, скажем. Ну, от 15 до 18 где-то. Мужская? Да. Представляете, да? Причём, не важно. Почти двадцать евро, короче. Это у нас в городе. Возможно, где-то в Германии, в городах поменьше. Может быть, цены приятнее? Вот, я не знаю. Напишите, поделитесь. Причём, бывает, зайдёшь, тебя так послегут. О, надо было эту подушку сосудать со стула. Ого, какая капнага Тимурке. Сейчас будет так послегут, что потом думаешь, боже мой, если ты... Перёжь дома машинкой и не справляешь. А иногда, на самом деле, ты только... Ты только дома замечаешь косяки. Там вроде уложат, там то-сё, вроде ничего. А потом, когда голову помоешь... Такая длина нормально будет? Артём пока ещё ни разу вот не давался, Саша. Это Симур сам просит. Я предлагал бы, я мог бы с переходом сделать, как у меня примерно. Я что же себя сам отстригать? У меня полностью всё со мной сам сделал. Вчера звонила моя крестница. Крестница, она же двоюродная сестра моя из Латвии, которая учится на стоматологе. И нас с Сашей созывает зубы полечить клиентов, короче. Надо в Латвию ехать, да? Да. Надо в Латвию ехать. А на самом деле, она говорит, что желающих море. Она просто своим предлагает, потому что хорошие цены. Да не, наверное, у нас страховка плачет. А я говорю, Надюхи, да, нам даже со скидкой хорошей нету смысла, потому что у нас страховка бесплатно лечит. А вы вдумайтесь. Она сказала, что в Риге нынче пломбу поставить 90 евро. На одну сторону, ты говорила, по-моему, она говорила. А, лечит зуб, одна сторона стоит 70 или сколько евро? 90, по-моему, она говорила. А на две стороны уже почти под 200 получается, да? В общем, испорченный телефон получается. Надюшка, ты там в комментариях исправишься, если я соврала чуток? Ну, короче, пипец, как дорого. А у них, я так поняла, что если делать, ну, это там, получается, в какой-то там праксис клиника, я не знаю, где они там это делают. Там получаются с обалденной скидкой, ну, грубо говоря, там за материал, за то, за все. 20 получается. Вот почувствуйте, 90 евро или 20. И она говорит, что на самом деле, говорит, у нас проблем нету в клиентуре. То есть желающих море. Так если у тебя зуб болит, ты что-то будешь делать? Ты пойдешь. За такие деньги, да. Желающих море, она говорит. Я, говорит, просто своим знакомым предлагаю, потому что, ну, есть возможность записать подешевле и попасть в человеку. Потому что, ну, как бы очереди. Туда только по блату можно попасть. Иначе долгие очереди, да. Вот, пожалуйста, тебе. Представляете, вот ты в Риге живешь, заболел у тебя зуб. И у тебя вот нету таких возможностей. Семья большая, да. Все кушать хотят, детей одеть надо. Зубная боль такая. Пойдешь и будешь лечить. Пойдешь и будешь лечить, да. Но какое-то время будешь глушить, может, обезболивающим и еще чего-то. К сожалению, да. Ситуация в стране вынуждает некоторых, может быть, даже легче вырвать, чем лечить или еще что-то. Хотя вырвать тоже денег стоит. Как там люди выживают, я не представляю. Безвыходность. Это так же, как пожирать. Жрать захочешь, пойдешь и купишь. Продаж что-нибудь, еще что-нибудь пойдешь, украдешь. Ну, ты жрать захочешь. Придется это сделать. Так что на этих моментах можно хорошо зарабатывать. И многие этим пользуются. Как в городах поменьше, вот я и не знаю цены, надо спросить. Как тебе длина? А вот мы даже не знаем, сколько стоит пломба в Германии. Потому что нам ничего платить за это не надо. Ну, Тимурка, тебе шикарно, мне кажется, короче, не надо. Тем более, что сейчас зима на нас. Я ничего не вижу. Нормально, да, длина? Такое оставить, да? Шестерочка. Так, и смеется Надюха, говорит, мне надо к зубному. Не помню, что она там говорила. И она говорит, она в начале года, там, в марте, или когда она записалась. Нет, подожди. Нет, или наоборот, в октябре она записалась. Только на следующий год, на март. То есть записи полные. Пойди-попади даже за деньги. Я говорю, ну так, Надюшка, ты, говорю, у себя где практику проходишь, пускай твои коллеги ученицы тебе и сделают. Она говорит, так я же и не против. Ну не могу, потому что если я буду присутствовать на занятии как пациент, то я буду отсутствовать как ученик. Короче, не получается по блату вот так вот сделать. Зуб заболит, будет как пациент. Не, ну когда заболит, ты, понятно, пойдешь и нот к дежурному в больницу. Ты еще там пытаешься красиво сделать? В смысле, потому что это же сделано нормально. Кстати, навело меня сейчас на мысль, Саше говорю. Кто из наших зрителей из Риги, да, и вот проблема существует с зубами. Нужно записаться. И дорого, и хочется сэкономить. Обращайтесь, я не знаю, дам вам данные. Инстаграм Надюхина или номер телефона, может быть, смотря, что она там разрешит. Вот, но пока в этом году только старше 18-ти лечит. В следующем году уже вроде как и детей сможет. Да, виски испортил. Саша говорит, виски испортил. Тимуня, он же у нас папа-кавалер, надо стараться сильно. Надо будет делать переход, наверное, Тима. Покажи, нет, сейчас ты с переходом еще круче запоганишь. Оставь как есть. Нет, нельзя так. Оставь, с одной стороны, не страшно, отрасту. Нет, двух уже, да. Так, идите, мурумойся, посмотри, решим тогда по ситуации. Саша, ты сейчас бурдет. Мурус, сделайте сразу нормально. А сейчас папа сделает переход, Тимур, и это не факт, что будет сразу нормально. Так нельзя оставлять. Это называется, когда дрогнула рука. Нет, я не знаю, как с рисками просто. Надо бы оставить какие-то. Мне это все равно коротко, но как это обрублено? Саша, Тима, это переход сейчас. То есть, тебе надо будет, получается, по всему переход сделать. Все, отрастут. Пару недель уже будут. Когда ситуация вышла из-под контроля. Хорошо, что Тимур у нас в этом смысле нормальный, адекватный. Артем, если бы это был бы Артем. Нет, у меня с одной стороны получилось сделать переход хороший. А с другой стороны не получилось. И как-то... Блин, так знаешь, что жалко? Холодно будет макушке его. Шапка есть. Ну, в классе снимай шапку, Тимур. Некрасиво в шапке в помещении, да? Если холодно, то надо разрешать. Да? Да. Особенно мне. У тебя свой блат? А? У тебя блат с учителями? Прям слыше будет. Прям слыше будет. Да, скажи, а то мозги продует. Иначе я думать не смогу. О, может так, а половина у тебя стоит? Ладно? О, оставь ему такой ракет. Модно. Ой, блин, а штаны на везде. Да, не надо. О, мое сердце не выдержит. Мам, ну ты же как раз только что говорила, что хотела вроде убраться, нет? Да. Вот мы тебе это дали дополнительный повод. Я как-то без повода хотела. Не надо, он просто виски трогает? Да. Или надо просто научиться, надо посмотреть, как их вообще можно делать с легким переходом. Да, Тимурке неприятно, когда против шерсти. Да? У него в принципе там чувствительная кожа. У него очень чувствительная кожа, да. Пришла в магазин. Надо сметану купить. Хотим либо драники, либо жареную картошку. А сметаны нет. Ну и так как я оказалась в Эдаке, решила ананас купить. Давно не покупала. Вот эти вот чищенные, уже резанные. 2,99 стоит одна штука, один ананас. Все, закрыла плотно. Сейчас еще, наверное, возьму один. О, давненько здесь не было вот этих штучек с собаком. Булка с таким удовольствием потом так долго их грызет. Даже вот пустые там, когда уже ничего нету ни внутри, ни снаружи. Катает эту шайбу по всей квартире. Какие взять? Слушай, вот эта красивая. Надо взять две пока есть. Эти, наверное, слишком мелкие. Эти слишком крупные. И вот эту, наверное, возьму. О, ну прям балдеж. Боже, побаловать. Нести, правда, все. Я не планировала столько набирать. Я еще в Алде хочу зайти. Ребрышки, смотрите, какие аппетитные. Вообще, знаете, что мне картофельного салата захотелось? Сейчас я, чувствую, наберу ерунды всякой. Так, вернулась. Была в общей сложности в двух магазинах. Потратила чуть меньше 50 евро. В Эдаке 26, в Алде 22 с копейками. Показывай, что купила. Сходила за сметанкой, как говорится. Томаты купила. Значит, и апельсинки большие. Когда они идут в упаковке по килограмм, там, с чем-то, или полтора-два. Они мелкие, а эти хорошие, большие. Купила бы больше тащить лень. Я не рассчитывала, сколько набирать. В общем, решила купить глупостей неполезных. Сосисочки вот такие. Так, вот она сама сметана. Четыре упаковочки купила. Ну, они маленькие. А я Саше говорила в русском магазине, когда были. Надо брать больше. У нас так быстро она уходит. Хлебушек. Петрушки девочкам. Интересует тебя петрушка? Помыть надо. Интересует? Я сейчас покажу, что тебя заинтересует. Так, хлеб. Укроп. Я знаю, что укроп они любят больше. Пахнет через упаковку? Пахнет, нет? Вот, сейчас Милана помоет тебе укропом угостить. Так, Милана пришла с улицы специально, чтобы ее покормить. Значит, это в эдаке я купила. Две упаковки. Ананаса. Также красивый лучок был на салат. Сейчас пожарю картошечку. Сделаю салат с лучком. Ммм, Саша будет доволен. Картошечки жареные давно не ели. Так, купила рисовую муку. Ну, раз уж я в тех краях была. Кстати, вот она тоже по цене стабильная. Евро 79. Как стоила еще до короны, во время короны, так и сейчас. Так. Это вы видели, конечно, собачий отвал башки. Я купила парочку. Дадим сразу одному-другому. Остальное заморожу. Так, это на бутерброды из индейки. Я так понимаю, из грудки. Типа колбаска, ветчина, не знаю. Это картошечки. Хотела картофельный салат, я вам сказала же, да? Думала, куплю Валди. А Валди я что-то не нашла. Ну, может, плохо искала, не знаю. Ладно, будет, значит, пожаренная картошка. Так что-то картошки хочется. Так, черный шоколад Валди вот такой взяла. По еврику была акция. Не знаю, вкусный-невкусный взяла две. Я его только ем. Вот такой еще колбаски купила. Испанской. Упаковочку масла. И все, вот последнее. С этим молоком не взяла. Вот таких вот два Саши на пробу. Овсяные кейки. Калорийные такие, конкретные. Я бы сама съела бы. Одна штука 500 калорий. А у вас, Саша? Меланина, друзья, наверное, пришли. Да, камеру выключила. Симур говорит, вот мой результат. Хотел вам показаться. Ну, красавчик в любом случае. Раскладывайся в холодильник. Помогай. Помогай раскладывать. Пошел вам. Это какой-то пипец, друзья. Дело в том, что у меня вечная с этим проблема. Мне вообще не лень чистить картошку. Я жарить не люблю. Я уже говорила. И я чищу, чищу. Кажется, не так много. Еще пару картошин. И тут хлопает целый таз получается. Ну, буду жарить. Взяла сковородку поглубже. О, сейчас еще лук надо порезать. В общем, перестаралась, как всегда, Татьяна. Ну, семья большая, но ты, конечно, все равно за раз не съестся все это дело. Александр. Кстати, да, он отсутствовал. Он ездил на собрание в театр. Представитель от нашей семьи был. Меня попросили лично приехать. Я ни разу не ездил. Но были очень довольны, что я пришел. Сказали, что очень хорошо. Новые свежие идеи от меня. И мужской взгляд на некоторые вопросы. Там одни бабочки сидят. Женщины. Девушки. Девочки там сидят и обсуждают. Да. Всякие разные вопросики. А тут мышчинка пришел. Со своими идеями. Не, там был еще один мужчина. Но одного, знаете ли, да. А, этот основной, он главный, короче. Да, он управляющий. Открой рыбку еще. Еще помидорку бери. Будем кушать, короче. Это Катакаси. А я люблю. Я даже такой просто на черный хлеб купила. Даже просто на черный хлеб люблю с чаем. Смотрите, ледочки в масле. Не знаю. Не нравится майонез. Ну что ты, Александр. Ты сама будешь? Силушки нету в богатырской. Откуда ты меня не кормила здесь? В богатырской. Ходишь где-то, конечно. Там тоже не накормили. Чай только давай. Ну и чай пил? Да. Мед, пиво пил, пол сам текло. В рот не попал. С ножа не облизывай. Ой, ну хоро. Злой будешь. Не свисти, не верни. Ой, смотрите, как я шиканула. Саша, отгадай, сколько здесь калорий? Я, может, рыбы за много положила? Здесь калорий 430. 900 не хочешь? Да, да. Ну так показал. Махи, вот и бах майонезом. Ну так картошка только уже 400 с чем-то, почти 500. Мне, правда, много положила. Кучай, кучай. Шиканула Татьяна. Ну, чуть мил у меня, короче. Переборка не будет? Нет, пока нет. Посмотрим, как дальше пойдет. Все приятного мне. Я подумаю, пускай не только сегодня у меня будет чуть мил. У карамельки тоже. Она так укроп любит. Она добавит, наверное, может быть, надо было в том измельчить. Воды, наверное, и того порошка, да? Не знаю, посмотрю, как получится. Она даже запахом заинтересовалась, но есть не смогла. Это надо было лучше. Хотя мало, видишь, из-за того, что мало трудно измельчается. Задумка не удалась. И вот, наверное, количество надо брать. Ну, ладно, будет укропный сок. А что, он это не переживет? Что вот это, остатки? Не, наверное. Он не берет ничего. Знаешь, только жидкостью ее не... Нет, и сюда я вот этот ее порошок подмешаю. Думаешь, он будет? Нет, она хотела картошки жарить, Натаня. Ты думаешь, стоит или все-таки не заворачиваться? Давай, давай. Просто хотелось как лучше, но это так отвратно пахнет. Они просто очень любят укроп. Ну и что? Ой, блях. Нормально. Рука срогнула. Эх, хотелось как лучше. Пошло как всегда. Ну, не нормально. Я бы еще лучше сделал. Даже жилковато, да. Но, с другой стороны, лучше так. Она потом оседает. Здесь уже даже не трудно начеркивать. Потому что да. Спусти воздух. Нет, надо же поднимать наверх. Осторожнее. Ну. Ваен, надеюсь, она не сдохнет после такой смеси. Я теперь начала переживать. Чего бы она сдохнет? Держи Милане дай. Милана! Готов корм. Может, понравится ей? Теперь распространяйся. Что-то лижет. Вкусно? Сожди так. Вкусно? Ну что, говорит? Не знаю, дай еще. Нет, даже не надо. Она так с каждым делает. Она почему-то каждую еду отдала. Ну, она так с каждым делает. Не знаю, вытянем ее, не вытянем. 50 на 50 с этой свинкой нашей карамелькой. Давай, соберись. Надо же выздоравливать. Кусай, кусай, кусай. А как Соня без тебя будет, а? Соня будет плохо без тебя. У нее уже вся борода грязная. Да, вы ее тут кормите шпицом этим. У нее уже всегда надо. Надо помыть, наверное, ее. Немножко моську просто. Да? Ну, пошлепка наша. Ну, видно, немножко становится лучше. Главное, потому что не хуже становится. Здравствуйте. Я, Саша, говорю, у всех читмю так, у всех. Правильно? Ну, и себе возьми одно, раз тебе так нравится. Даже не знаю, как вы будете. Там всем хватит. Такие все вкусные. Это прям шикарные, да. Булечки. Вкусняшка такая. И Кейсику. Кейс, я не смогу поделить. На, Кейс, на. На, Кейс. На, Кейс. Кейс, на. Это тебе. Да не смогу. У нее два зуба осталось. Что он с ним будет делать? Нет. Скажи папе, как ты умеешь. Блин, скажай, что с ней реально делать? Ну, поблизости он может погрызнуть. А ты что, две хочешь? Нет. Нет, у каждого по одной. Ну, он сейчас будет смотреть, как и свою съесть и у него отобрать. Так, я эти в морозилку положу. Посмотрите, прикол. Результат через 10 минут. Кейс, я все вылизал и выскрип. Потому что у него морда меньше. Булка, а ты свою покажи. Ну, покажи. Ну, покажи. Никто не отбирает. Просто посмотрите. Булкина, смотрите. Видите, как с ее мордой трудно достать. Вот так. Остальные, я подумала, я вообще никому не отдам. Я почитала в интернете. Оказывается, их можно запечь, и это дико вкусно. Надо будет попробовать. Людям дико вкусно. Да. Ой, спасибо, я не собака. Костный мозг. Нет, Тимур, это, во-первых, очень полезно. Во-вторых, это очень вкусно. Костный мозг, вкусно мозг. То, что в костях, вот это вот в середине. Это от козы, в смысле? Нет, это от коровы. Или бычка. То есть это телятелятин. Да. Все, друзья, мы с вами прощаемся до завтра. Костный мозг, это ведь что-то в мозгу, да? В костях. Мы прощаемся с вами до завтра. Я очень жалею, что я им дала на ночь глядя вот все это добро, потому что я чувствую, что они теперь долго не угомонятся. Да. Будем спать, когда вот это... Все, друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok